Добрый день, уважаемые зрители Паяльник ТВ! Сегодня я буду говорить о микрофоне Dexp U500, ну и немного про бюджетную звукозапись дома в целом. Но сначала коротко о том, что такое этот микрофон и зачем нужно тратить 1000 рублей на него. Несколько недель назад, когда я наконец собрал свой по сути первый собственный комп, я решил начать стримить. Кому интересно, ссылочка будет в конце видео, я там паяю, программирую и играю в игры. Так вот, когда я все уже подготовил, то осознал, что у меня нет нормального микрофона. Я пошел в Technopoint, купил самое дешевое из того, что мне приглянулось, это Dexp U500, USB микрофон с активным шумоподавлением. Штуковина меня приятно удивила, поэтому я и решил снять это видео. Вдаваться в его внешний вид особо не вижу смысла, оставим это другим экспертам. Из функционала у нас кнопка быстрого выключения микрофона или mute по центру и на обратной стороне тумблю включения-выключения. Давайте его вскроем и посмотрим, что внутри. Под корпусом мы соответственно видим USB провод, две LED панели, ну и сама платка. Внутри, как я и ожидал, стоит одна микросхемка и маленькая EEPромка, в которой записаны данные производителя и настройки. Аналогичный подход я видел как в реплике наушников Monster Beats, так и в оригинальных наушниках Kraken. Гуглим, что же это за микруха. А5U6C, USB аудиоконтроллер для наушников и микрофона. Да, вы не ослышались, из возможностей микрухи вам доступны ровным счетом только микрофон и одна кнопочка. По факту микросхема может воспроизводить аудио 16 бит 48 кГц, имеет поддержку энкодера для регулировки громкости, кучу кнопок типа громче, тише, пауза, сменить эквалайзер, следующий трек, предыдущий трек, ну и тому подобное. Также довольно интересный факт, что микруха поддерживает и 2S и SPDIF, как на вход, так и на выход. И самое забавное, это LED драйвер, который работает от звука. В общем говоря, микросхема может мигать светодиодами в такт музыки. И я повторюсь, из всего этого мы имеем микрофон и кнопочку MUTE, при этом еще и моно микрофон, хотя к микросхеме можно подключить физически 2 микрофона. В нашем случае он идет один на оба канала, хотя корпус микрофона вполне бы уместил и 2, но видимо в целях экономии решили остановиться на одном. Ну и собственно имеющаяся подсветка просто горит от USB синим цветом и все. Если немного покопаться в интернетах, то можно найти небольшую кучку игровых гарнитур. В них возможности микрухи раскрыты чуть более побольше. Да и игровые гарнитуры DEX, как мне кажется, сделаны на этой же самой микросхеме. Однако я повторюсь, большая часть настроек микросхемы лежит вот в этой маленькой EPROM-ке. Все подогнано под конкретную задачу получить хороший дешевый микрофон. Именно в этой EPROM-ке прописано, что микросхема не должна определяться как источник воспроизведения, поэтому при подключении к USB вы увидите только микрофон. Но давайте соберем его и послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, собственно, до покупки микрофона DEX PU500 я писал на вот эту конструкцию. Это самодельный микрофон, сделанный из самой дешевой USB-карточки, из которой выпаян микрофонный разъем, и прямо на место этого разъема впаян маленький электрический микрофон. Все это дело на резинках и вате, расположено внутри вот этой конструкции, то есть там как бы происходит дополнительная защита от всяких стуков, и стоит поп-фильтр. В принципе, меня этот микрофон полностью устраивал, за тем исключением, что он очень плохо пишет, когда вы уводите микрофон немножко в сторону. Почти ничего не слышно. То есть, если, допустим, вести на стриме что-то, да, то получается сложно. Надо, чтобы вот так микрофон перед вами был, и он будет мешать немножко обзору, и если стоит камера, соответственно, будет загораживать все. Но вот так звучит микрофон DXPU500. Если я сейчас помолчу, то вы услышите гул. Это не совсем хорошо отрабатывает система автоматического шоу-подавления. Этот гул есть всегда. Я подозреваю, что этот гул все-таки связан с USB-питанием, и если попробовать отвязать USB-питание и сделать этому микрофону внешнее питание, допустим, от какого-то источника, допустим, от аккумулятора на литийных батареях, возможно, он пропадет. Что касается шума, а что касается звука, ну, звук вы можете слышать, кому как, но мне лично звук с вот этого микрофона нравился больше, и нравится сейчас, поэтому я стараюсь записывать, конечно, на него. Но для стримов, когда что-то надо делать в реальном времени, этот микрофон, конечно, подходит лучше, потому что этот шум элементарно давится шумоподавлением, обычным фильтром шумоподавления, ну, и, соответственно, вы меня слышите, и ничего не мешает меня видеть. Для стримов этот микрофон подходит отлично, но для домашней звукозаписи я бы, конечно, подрекомендовал все-таки сделать что-то наподобие вот этого. Итак, давайте немного подытожим. Микрофон Dexp U500 подходит для того, чтобы купить и пользоваться для записи на стримах, для простейшей записи голоса, но качество у него такое себе. За счет USB оно, конечно, получше, чем у обычных петличек, но, как по мне, из связи микрофон плюс микросхема A5U6C можно получить и лучший результат. Ничего не поменялось, в моем мнении. Хочешь сделать хороший микрофон, сделай его сам. Я, как и прежде, советую связку USB-карточки плюс микрофон впаянный прямо в карту, но на горизонте у меня имеются интересные идеи по созданию хорошего микрофона, как говорится, из говна и палок. Если вам интересна эта тема, то ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Надеюсь, моя информация была вам полезна. С вами был Андрей. Пока. Субтитры подогнал «Симон»